Есть? Здравствуйте, подписчики моего канала. Опять будем сегодня повторно с эфироном. С эфировитом. Колоть поросят по 5 кубов. Инъекции в одну сторону. Для начала мы мамочек выгоним. Это не настоящая мамочка. Это бабочка. Пошёл. Держи себя в руках. Гурко. Стой меня. Сука чуть не покатала. Хе-хе-хе. Смешно. Уже всё. А вон этот поросик. Уже всё. Уже всё. Уже ничего не нужно ничего. Хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Ну что это такое-то? Кышка. Хе-хе-хе. Тепло стало. А все в колюках. Свиня болото знает. В общем сейчас будем колоть малышню. Инъекция железосодержащих витаминов очень важна. Особенно для только рождённых поросят. Которые ещё не могут получить железо ниоткуда. Кроме как от мамки из молока. А так как молоке и нет. Соответственно получить ниоткуда. Уже хорошо видно. Уже второй месяц по-моему да? Где-то идет. А вот этот сейчас он будет худать вообще. Дрысь-дрыщом. Ладно. Пойдёмте. Будем работать. Посмотрите банда. Обратите внимание на подстилку. Вот кстати. Хотел показать ещё раз. Вот видите ну где я зашёл. В общем. Глубокая подстилка. Тёплый пол. Работает уже у нас второй-третий наверное год. При этом никаких проблем с ней нет. В общем поехали. Начнём. Смотри. Хвостик. Родился без хвоста. Не отпал. Ничего. Именно так родилось. В общем. Операция не сложная. Не очень. Скажем так. Неприятная для поросята. Будем перебрасывать в соседний. В соседний этот сам. Ну. Бабушку выгнали. Могут у бабушки побыть трошки. В гостях. В гостях у бабушки. Не. У них. Мама, бабушка одни. А папы разные. Поросятки растут неплохо. Уже начинают подъедать этот самый дырть. Потому что маму они уже жёстко подъедать начинают. Так. Смотрите. Смотрят на меня. Ждут дозу. Довольные стоят. Думают сейчас бы вштыриться. Класс. Вот так за ножки миллионных. Главное иголкой себе глаз не выковать. И делаем подкожную внутримышечную инъекцию. Пять кубов железосодержащих витаминов. Первая инъекция была два кубика. Потому как они маленькие были. В принципе, если поросёнок родился большой. Где-то кила два в нём. Там два с половиной. То можно, наверное, и сразу же пять кубов ковывать. Вообще в три, даже в четыре раза приёмы делают этот самый. Коля. Да. Витаминизировать. Ну, по-простому можно в два. В принципе, двух будет достаточно. И вот в ветаптеке тоже рекомендуют как минимум за два раза делать. Кто сегодня у нас? Кто похвалит меня лучше всех? Вот. Что-то у нас в этот раз делать у нас. Поросятки. Ощущений особо отрицательных у них нет от этого всего. Поэтому вы сильно не относитесь спокойно. Просятся в кучу в общую. Но пока нет. Пока не поколем, будем их туда откидывать. Видите, как хорошо вот подстилка. Покажи вот эту точку. Вот этот тёплый пол. Верхняя часть, ну, как бы... Её, кстати, можно перекатать будет. Хотя она более-менее чистая сейчас. А всё лысая. Из беконного больше типа будет. Росёнышки. Да тихо ты. Дёрнулась, зараза. У меня аж это самое. И глупо. Что они, не думайте, не от боли. Это они просто хотят назад вернуться. Короче, кого-то видно не в штыре, а дополнительную дозу хочет. Если этого не сделать, как бы не поколоть их, ну, будут реально хуже расти. Вот прям визуально будет по ним видно, что они стоят на месте. Нету развития. Если же сделать укольчик своевременно, то никаких проблем не будет. Поросятки будут расти очень хорошо. Делаю одним шприцом, одной иглой. В принципе, поросят из одного, скажем так, из одного опороса. С одного опороса с одного. С этого самого. Если были бы с двух опоросов, я бы, конечно, поменял бы с 30. Да ладно, сейчас все, сейчас все получите. Смотрите, кто орёт? Там один самый крикливый. Это мелкая херня, наверное, да? Вот это так. Нет, вот там. С той стороны. С той стороны? Эти молча. Эти ж дома, а те в чужом. Нет, этих просто еще не в штыре. А там уже весело ему гулять. Он орёт, давайте! На дискотеку! Вот тут черного оставим на этот самый развод. Вот этого рыжего. Херяка все равно будем менять, уже здоровый, зараза. Поехал на этот самый. На случку. И какой-то там свинье сломал ноги. Ну, короче, настоящий мужик. Бье, значит, любо. Но люди приехали, посмотрели, сказали, пойдёт. Всё будет хорошо. Я даже не видел ту свинку. Приезжают через день, говорят, всё было хорошо. Только вот сломал ей ногу. Ну, говорю, пацаны. Вы просто профессионалы. Пресс у тебя хороший, я вижу. Так, осталось у нас 4 поросёнка. Как в сказке. Ниф-ниф, наф-наф. А что это, мама просто? Нет? Не знаю. Нет? Я посмотрел, где-нибудь помладил. В сказке 3. В сказке 3. Да? Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Слонок. Ну, в ляжку у кого-то проще всего. Самое такое удобнее расположение. И держать легко они не вырываются. Ну, же видите. Если кого-то в загрывах, лучше, конечно, помощников взять. Чтобы, блин, придерживал. А то там такое скачет. Блин, ты знаешь, что я хочу сказать? Может не хватить. У нас может не хватить. Короче, тогда смотри. Я сейчас уколю. Вот это вода. А рыжики и чёрные. Чёрные, белые останутся. А у нас нет больше? Нет. Вот эта девочка хорошая. Слышишь? Мне вообще нравится. Мы уже её оставим. У неё костяк такой конкретный. Ну, по-моему, широкий. Можно оставить. Дело в том, что после железа, после железа, мы будем колоть ещё, есть витамины у нас. Только витамины там широкого спектра. Там где-то 8 или 5. 5, по-моему, этих самых групп. Да. В общем... Ой-ой-ой. Дома что-то я не подрассчитал. Лёха, ну что? Завтра будем докалывать черномазово. Доколем? Рыжую черномазовую. Нет. Тут я вколю сейчас. А рыжая колется? Это тут 3 куба соберётся. Вот блин, а. А точно не могу больше? Там помнили обстатки. Мы уже всё выкололи на всех. Так, короче, 3 куба. Рыжий. Малого. Рыжий куда-нибудь? А черненького потом уколю. Завтра. Рыжий. Чё будет? Рыжуля. Ну, бачишь, рыжуля, молоко всё. Не задрыстанное нигде ничего. Ну, же говорю, они у нас, получается, уже не знаю из-за чего. Я не хочу сказать, чтобы какой-то, этот самый, ну, какой-то знаменитый свиновод. Ну, просто реально, получается, если всё делать вот так вот, дерьма особо нет, они живут в условиях нормальных, они не болеют. Батыри, видимо, болезненковые. Не болеют. Не обсираются. Никогда никаких проблем с ними нет. Люха, перекидай их. Соответственно, поросята, получается, просто замечательно. Я уверен, что люди, которые у нас их покупают, как бы. Вот у меня есть, ну, такое, что два-три раза уже берут. Ну, видно, выращивают. А что там, пять-шесть месяцев, и его уже на забой, да, он новых набирает. Как раз, свинья поросилась, а выносила. Четыре месяца выращивают, месяца не сидят под ней. Вот полгода проходит, а он уже следующий надо покупать. Жирю. У меня есть такое, что брали. Ой, да что такое? Ты меня хоть дергался. Так ты смотри, какое на эти рыжие пятна. Давай, переживатый, да. Ты снимаешь? Угу. Вот интересно, смотри, пятно черное, вокруг серый ободок, и вокруг оранжевый ободок. Из-за вот этого? Да, да. Из-за, что я пос... Все? Еще один. Смотри, хорошенький. Смотри. Что такое? Нормально. Это было одному ножку, видно, повредили. Уже, да, уже ходят. Давай этого. И вот это вот, говорят мне, ну как, все же ищут беконного типа, чтобы вот лысые были, вот у них шкура видно, они лысые. И вот, ну... Розовые. Да. Вот складочки вот эти. Ну, у них, то есть, у них совершенно нету сала. У них шкура и мясо. Больше ничего нет. Вот все говорят, все хотят таких портят. Ребята, если их не кормить БМВД, если вы не будете давать, они не вырастут. Поэтому не надо думать, что вы обычными кормами сможете вырастить от такого ублюдка. С него толку не будет. Это у меня знакомая, короче, она тоже понабирала суперпоросят и зерно, зерно выкормила, потом не зерно скормила, они выросли по 70 килл. Продавали котят, смеялись со всем базаром. Поэтому тоже вот, как бы, свои силы, вы немножко помоете, там, это все хорошо, я понимаю. Даже молоко, вот, я знаю, что люди берут тут, говорят, у нас там корова, мы молоком, а братом там это. Ну, мне кажется, набрать им, ну, может, первое время оно еще как-то даст свой толчок. Добавка есть. А потом, ну, БМВД там все сбалансировано, но это же денег стоит. И опять же, получается, мясо не такое качественное. Я не спорю, что лучше его выкормить на молоке, оно будет вкуснее. Но если вы хотите заработать денег, лучше взять вот такого плана. Вот смотрите. Вот. Вот вариант. Самый лучший вариант, мое мнение. и жопа есть. Бачь ты? Ляшечки ешь. Все ешь. Ну, ты посмотри на него. Да, да. Огонь. Пу на тебя. Вот с такого и просто вырастить будет. Он будет жрать все. И траву будет есть по лету. И при этом расти будет нормально. И не надо будет заморачиваться с рационом. А вот это возьмешь. Вот оно. Вот оно. Высое. Смотрите. Вон. Вон. У него вот так вот складочки пошкуренут. Видно, что тоненький слой этого. Нету салопа вообще. Хотя приемщик приедет, срывал своим нахуй. Будет рассказывать. Свиньи хуй. Плохие. Цена не 45, а 38. Вы ему сразу говорите. Ходить можешь? Двери видишь? Иди нахуй отсюда. Через время он приезжает и уже дает. Ну, пусть не 45, а 42. А сейчас как позакрывали рынки, что не будет. Сейчас вообще не будет ни мяса, ничего. И цена будет на них нормальная. В общем, кто мы откликлись от темы. Все. Мы укольчики поделали. Остался у нас черненький только. Держи. И черненький. Вот этот черненький у нас будет. Мы оставим себе, наверное. Бачите, какой прикольный. Это первый родился. О, повухи. Увиди. Худоватый, правда. Ну, ничего отъесться. Давай. Ай. Ты так прыгнул, как будто ниндзя. Тормознутая ниндзя. Все, мамочку запускаем. Процесс закончен. Заняем это все вместе с разговорами. Буквально пять минут. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Пишите комменты. Всего доброго. Прекс в виде оча с токами, чоку. Большой очі с токами crois. Все. Какой. Благодар leisten.